Здравствуйте дорогие друзья! Вот совсем недавно я делал видеоролики, рассказывал как нужно содержать в чистоте непосредственно замочную скважину в двери вашего автомобиля, чтобы вы в любой момент смогли ключом открыть, даже зимой, в зимний период, в любой. Но многие мне начали писать в комментариях, оказывается, что не нужно ее держать в чистоте, а нужно смазывать. Друзья мои, я специально создал список, что рекомендовали, чем смазывать именно личинку, вот эту сами понимаете, замка, то есть замочную скважину, куда выставляете ключ. Итак, друзья, читаю вам, будете удивлены сильно. Графитовая смазка. Один вообще человек предложил графитовый стержень натереть на наждачной бумаге и засыпать непосредственно замочную скважину. Я не буду говорить свое мнение по этому поводу, но надеюсь, вы сами должны догадываться, что не очень хорошая такая идея. Следующее, антифриз. Антифриз, да, ну конечно можно, но зачем? Следующее, силикон. Силикон, ну понятно, силиконом часто многие пользуются, но я считаю, что это лишнее. Вообще там смазки не должно быть. Следующее, ВД-40. Ну, ВД-40 это, наверное, каждый второй пользуется. Следующее, касторовое масло. Даже касторовое масло рекомендовали заливать туда. Следующее, глицерин. Глицерин. Зачем? Ну, в принципе, а что не задуть? Если все докуп и все позаливать туда, я представляю, что там будет. Следующее, значит, отработанное масло. Отработанное масло, ну или простое моторное масло, туда шприцом, а что нет? Тормозная жидкость. Отлично. Тормозная жидкость, чтобы было как разное покрытие пооблазило. Трансформаторное масло. О, класс. Отлично. Ничего и трансформаторное масло. Перекись водорода. Даже перекись водорода посоветовали. Представляете, перекись водорода туда заливать. Короче, ну вот это я пока все переписал, наверное, может что-то еще было. Друзья мои, а теперь я представляю, если у этого автомобиля было много владельцев разных, и каждый заливал себе и засыпал туда разное это. Друзья мои, представляете, там и силикон, и ВД-40, и графит, и тасол, там, антифриз, и тормозная жидкость. И чего там только нету. В общем, поэтому я рекомендую, если у вас замок, и вы хотите, чтобы он работал нормально, то спиртом, вначале обработайте спиртом, или сразу покупайте антисиликон, туда антисиликоном выдавливайте эту всю грязь. Может быть, кто-то до вас туда ВД-40 заливал, там какие-то еще силиконы, может что-то еще задували туда. Непонятно, кто туда что заполнял. В общем, вымываете это все антисиликоном и оставляете, пусть оно просыхает, и у вас будет замок работать все четко. И никаких смазок туда не надо. Ну, это немножко, конечно, юмористически у меня получился выпуск, но тем не менее, я думаю, что прочитав вот это все, вы сами удивились достаточно сильно этому всему. Так что, друзья мои, надеюсь, этот выпуск для вас оказался полезным. Если это так, ставим палец вверх, подписываемся на канал, и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Всем пока!